всем привет сегодня тема нестандартная поскольку она является не обслуживание я просто просрал щуп где-то плохо его закрутил и на кочках ехал вылетела в таком состоянии я увидел мопед уже километров в десяти от гаража как я почувствовал просто запах масла нетипичный для этого скутера тут вообще его не присутствует никогда и вдруг я его стал ощущать остановился она забрызгала уже на ходу здесь полетела на суппорт задний то есть все было в масле на ходу естественно заткнуть чем-то хотелось бы чтобы она дальше не разбрызгивался мусор туда теоретически попасть даже не смог скрутил плотно салфетку вкрутил чуть-чуть и так я доехал до дома заказал фирменный щуп он стоит там с доставками около 600 гривен что какие-то космические деньги на самом деле для такой фигни и плюсы ждать нужно больше месяца ждать не очень хочется поэтому попросил гришу проверить на складе у них фейс еще один есть такой щуп суда подойдет подошел сюда щуп от ямахи джок с 36 джей и он в наличии есть много дети ну не кубатурные скутера не ходу и запчастями на них проблем никаких нет поэтому найти еще проблем не оказалось и даже это фирмы вилэнд не китай какой-то а тайвань ну как бы это считается уже какое-то качество ну давайте оценим это прям прям огонь причем покупал на мото зили попросил проверить чтобы было уплотнительное колечко если его нету попросил добавить его в заказ в итоге колечко я искал уже у себя на авторынке поскольку просто никто не проконтролировал это оплошенности со стороны продавца если я не указал то ладно фиг с ним так в общем то обратил на это внимание и остался вопрос без внимания кольцо нашел толстая его надо будет подточить чтобы получше вкручивался щуп но по диаметру он подошел по уровню верхнему он тоже подходит то есть вот здесь кромка сейчас также на максимуме как я заливал на родной хоть немножко разбрызгалась там объем я думаю такой совсем минимальный какой-то вылетел но насколько я помню то у родного вот эта часть она короче я сейчас его подрежу на сантиметр а потом когда придет родной я сравню и точную длину дам знать чтобы у всех был запасной вариант быстрого щупа ну или бюджетный потому что вот этот стоил 52 гривны плюс там доставки это как бы не 600 гривен и месяц ожиданий и так я выровнял щуп прогрел его феном на 150 градусах податливый в принципе это какой-то из пластика в оба с какой 150 градусов не плавится но при этом можно его формировать укоротил его на сантиметр и и жирный бублик подточил ну сейчас мне не ровно стоит на ровную площадке в этом прогрею проверено в пределах нормы в принципе становится прям хорошо закрутился плотненько сейчас буду проверять насколько я ошибся пришли оригинальный щуп мы это не дает ну конечно потому что охренеть какой японский мопед никуда больше не поставлялся вот оригинал сияет весь колечко уже у нас honda made in india колечко явно тоньше по всем параметрам она отличается и так у нас слева ямаховский справа хондовский меряем резьбу 18 82 19 6 ну в принципе визуально отличается не сильно у ямахи она даже может быть чуть-чуть глубже и длиннее поставляем вот поверхность где у нас касается с колечком и смотрим где у нас до максимальный уровень масла совпадает и вот я правильно сделал что отрезал сантиметр и таким образом я имею всю по аналогичной оригинальным что порадовало что этот щуп ну как оригинальная продукция которая стоит кучу денег пришел в нормальной упаковке пупырками он ровный я с ним ничего не делал померим как какого размера оригинальная колечко на щуп вот где-то 23 миллиметра и толщиной примерно 3 оригинально она тоже стоит почему-то тут весь щуп стоил 52 гривны тут колечко 80 и вот эта штука 500 поэтому смысл этой штуки но не настолько велик лишь бы у вас масло не плюхалась поэтому этот как запасной вариант здесь конечно оставлю и кто просрет в общем-то незачем тратить столько денег на всего лишь щуп но я приобрел для того чтобы убедиться если бы у меня были точные замеры по длине я сейчас наверное даже сделать замеры вот в таком формате чтобы можно было даже изготовить его при необходимости вот плоскости которая нас прилегает горловине до максимального уровня у нас 61 миллиметров и длина вот этой насечки около 24 миллиметров высота вот этого пластика у нас 14 и 7 на 15 пускай миллиметров высота вот этой широкой части где резьба резьба вы выходит примерно на 9 миллиметров тут кольца максимум 3 витка видны значит диаметр пластика в той части где резьбы нету 616 96 диаметр резьбы 19 76 расстояние между двумя витками то есть один виток получается два с половиной миллиметра у нас это шаг резьбы пожалуй все параметры уже озвучены надеюсь кому-то пригодится всем спасибо пока